Привет, Дим. Давай потихоньку начнём. Расскажи сейчас, чем ты занимаешься в данное время? Готовлюсь к армию. А до этого работал где-то? Да. Сколько тебе лет? 23. Расскажи, как ты пришёл сюда, как ты пришёл на кроссфит. Вообще, да, как у тебя произошло знакомство с кроссфитом? Меня позвал друг с работы. Он занимался на тот момент в ночь в Оксарске. В кроссфите тоже у нас, да? Да, у нас в ночь в Оксарске. Тогда я очень подавленный был. Вообще, настроение такое было. Всякие жизненные ситуации. А что, прям чёрная полоса была? Да, очень чёрная полоса. Прям все не клеилось. И что он тебе сказал? Ну, просто видит то, что я весь такой хожу. У нас повесил. Да, убитый. Говорит, пошли вместе позанимаемся. В итоге... Ну, как-то на Чебоксарске всё-таки из Чебоксара ездить далековато, когда у нас всё-таки тут есть клип. Ну да. В итоге записался сюда на Норан. А, на курс новичков? Да. И что тебе понравился курс новичков? Да. Что ты там для себя открыл первое твое впечатление про курс новичков? Что было? Я помню, как я присел со штангой. 42 килограмма. Это было неприятно. То есть, на курс новичков тебя заставляли поседать с таким весом уже большим? Ну, маленький сейчас, кажется, весом. Но тогда это было... Даже 10 сейчас больше поседает. Ясно. Ты пришёл в кроссфит. То есть, ты решил заниматься в кроссфит. Почему? Ну, я как раз таки пришёл. Как ты принял решение? Буду ходить сюда? На что повлияло твоё решение? Ну, вот, собственно, когда мы пришли к вам, вы спросили, а почему не в качалку, например? Ну да. Вот. Я занимался, собственно, плаванием, немножко гимнастикой. Ну, у меня мама тренер по гимнастике. Угу. Там стрельба из лука. Угу. И, собственно, потом пошёл в качалку. Очень не нравится. Мне бомбить прям начинает от одного и того же действия. Ну, когда вот ты оттачиваешь мастерство в каком-то, и как бы каждый спорт... Рутин. Ну, это не то, что рутин. Ты просто каждый день выполняешь одно и то же действие, там, просто, чтобы оно было идеальным. И просто ты начинаешь уже психовать, начинаешь прогуливать. А тут, как бы, как бы тоже, да, надо улучшать тоже технику рывка и всё такое. Но, как-то вот комплексы, когда масштабируются, делаются разные комплексы, собственно, подприятнее всё-таки. Интересно, да? Да, интересно. Так что тебе приняло решение сюда прийти? Ну, вот... Перед покупкой абонемента ты что подумаешь? Ладно, куплю и посмотрим, что будет или что? Да, посмотрим, что будет. Что ты ожидал от тренировок России? Ну, когда я уже думал о том, чтобы сходить сюда. Да, то есть, путь сюда не очень удобен. То есть, я не с первого раза нашёл. Ну, собственно, YouTube. Как там Михаил Прыгунов приезжал, всё такое. Комплексы всякие. Понравилось. Ну, думаю, надо попробовать. Я понимала, что я это не смогла сразу сделать. Вот. Пришёл. Таня меня встретила. Записала. Так, всё-таки, что тебя натолкнуло сюда? Зачем ты пришёл? Что ты ожидал? Ты... Ну, пример. Ты сказался, ладно, хорошо, я чуть-чуть сюда позанимаюсь. Для того, чтобы... У меня на тот момент очень болела спина. Ага. У меня машина сбила. Угу. У меня очень болела спина. Особенно зимой. У меня смена погоды. Хотелось подкачаться, но при этом, говорю, качалка это вообще не то. Подкачаться чем-то разнообразным. Что-то для себя новое открыть. А сейчас сколько времени прошло уже, как ты занимаешься? Я начал заниматься с 1 апреля 2018 года. Ого. Уже больше года. Да, больше года. Ясно. Что ты получил на этот момент с того... Вот прошёл год. Что ты сейчас можешь сказать, что ты обрёл от занятий кроссфит? Что у тебя появилось в своей жизни? Как-то она улучшилась, ухудшилась? Определённо улучшилась. Чем? Много приятных людей познакомился здесь, с круг общения. Ты участвовал даже на каких-то клубных мероприятиях, соревнованиях. А что со спиной? Не болит. Вообще не болит? Ну, как бы, всё равно есть то, что уже не изменить. Но это связано с травмами. Да. Но легче спине стало? Да, гораздо легче. Что с уныним? Это сотрясение мозга, головная боль, которая никогда не проходит. Это вот то, что ты унывал. Тебе друг сказал, что ты вот ходишь, нос повесил. Чёрная полоса закончилась в жизни, нет? Ну, отголоски есть. Ну, просто как-то повлиял этому. Как минимум отстраниться дал от этого всего. Ясно. Ты обрёл здесь друзей? Да. Определённо. Хорошо. Ну, подрезюмируй немножко. То, что ты вот занимаешься в зале, твоя жизнь стала качественнее, лучше. Качественнее. Гораздо качественнее. Хорошо. Ладно. Спасибо, Дим, большое тебе. И удачи тебе. Я думаю, мы с тобой через год опять запишем видос. Хорошо. Ты уже будешь в майке. Ты сейчас после тренировки? Да. Я потный после тренировки. Когда придёшь? В понедельник. Всё, давай. Пока. До свидания.